Запретных тем нет. Посыл проекта, зачетный разговор и позиция лидеров мнения, которые его представляют. Информационно-просветительская инициатива добралась до Новополоцка. Сегодня тон беседы задают студенты Полоцкого госуниверситета. Им интересно и важно видение председателя общественного объединения Беларусь Олега Романова по ряду вопросов. Начиная от ситуации в мире и заканчивая проблемами на местах. С учетом спикеров вполне закономерный запрос от аудитории, как проходит обсуждение проекта программы будущей партии. На сегодняшний день поступило более 100 предложений в проект программы политической партии Беларусь. Если обобщить предложения, то они преимущественно сводятся к вопросам усиления раздела, касающегося экономики и социальной сферы. В основном людей волнуют сюжеты, касающиеся социального обеспечения, гарантий трудовых и пенсионных. Людей волнуют вопросы, которые касаются сохранения культурных ценностей, национальной идентичности белорусского народа. Эти и другие предложения, которые нам поступают, мы самым внимательным образом рассматриваем. И сейчас, буквально в эти дни, часы, идет работа по совершенствованию программы, для того, чтобы на следующей неделе уже обновленный проект программы мы предложили обществу. И в следующую субботу, 18 марта, мы могли его принять окончательно. От вопросов, как стать членом партии Беларусь, до обсуждения профессионального становления. Последнее всегда актуально для студентов, поэтому неудивительно, что на диалоговой площадке разговор заходит о распределении и закреплении на первом рабочем месте. На все вопросительные как у спикера находятся ответы и в том, что молодежи дают обратную связь и есть главное преимущество подобных встреч. Тут я для себя узнал, что происходит в нашей стране, за рубежом нашей страны. Это всегда интересно узнавать, так как ты живешь в это время и это важно знать. Такие проекты важны и играют большую роль в жизни и молодежи, и обычного человека. Я в целом не слежу за политической ситуацией, я ограждаю себя от этого, но иногда интересно послушать не из разных источников, например, а реальный человек, который знает, что говорит. А это уже Новополоцкий политехнический колледж, активная аудитория, плюс интересный спикер и как результат нескучный диалог. Настоящий разговор без купюры и формализма, где повестку беседы определяют запросы молодежной аудитории и никак не иначе. Зачетный разговор, тот самый случай, когда спикером заранее готовиться к встрече не обязательно, потому что вопросы из зала однозначно прозвучат. Наша задача сегодня научить ребят мыслить, дать им определенную информацию, получить от них информацию, потому что мы питаемся теми данными, теми интересами, которые нам сегодня сообщает и дает молодежь. Это нам позволяет выстраивать грамотную в стране молодежную политику. Что такое Беларусь? Это люди. Если они будут счастливы в этой стране, то, естественно, и Беларусь будет всегда сильной, богатой. И, значит, с карты мира она никогда не пропадет. Поэтому надо начинать с мелочей. А вот эти мелочи мы сейчас и узнаем, что именно здесь интересуют этих ребят, какие у них цели в жизни, к чему они стремятся, какие у них проблемы есть, как помочь, может быть, можно было бы их решить. Потому что в ходе таких диалогов встреч находятся два-три человека, которые еще лично подойдут, попросят решить ту или иную свою жизненную проблему, которую, так скажем, они не смогли решить у себя учреждение образования в городе, в районе. Ситуация в стране и мире, проводимая в республике молодежная политика, и не только тем для обсуждения множества, что говорит лишь об одном – неравнодушии современного поколения «Некст» к судьбе родной земли. Такие встречи очень полезны для молодежи, так как полезно будет знать, что происходит у себя в стране, у соседей, за рубежом, потому что некоторые военные конфликты могут очень плохо сказаться и на своей стране, и на чужих. Самому интересно узнать, что думают депутаты. Меня больше волнует дальнейшее распределение на работу, так как я первый курс, мне есть к чему стремиться. Хочется занять какое-то перспективное место. Все условия созданы, самому дерзай, твори, делай. Даже предупредить народ, людей и нынешнее поколение о каких ситуациях идет в стране, ну и с зарубежными, союзниками тоже так же. Интересно это узнать, как проводится и для каких целей. Тоже так же защитить народ от происходящегося, чтобы таких попыток, как в 2020 году, таких больше не получалось. Информационно-просветительский проект для студенческой и учащейся молодежи. Зачетный разговор стартовал в Беларуси 30 января нынешнего года. И за эти 39 дней диалоговые площадки из столицы перебрались в регионы страны. Важный нюанс, который инициировали сами ребята. Еще одно предложение, прозвучавшее от молодежи Беларуси. Такие встречи сегодня жизненно важно организовывать и в трудовых коллективах лучших белорусских предприятий. И что-то подсказывает, что так оно и будет. Ведь в этом и есть ключевая цель – информировать и получать обратную связь.